И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. Мы продолжаем играть в XCOM 2, продолжаем проходить. И в прошлой серии мы понесли первые потери. Захватили какую-то штуку для Шень. Я даже не знаю, как ее называть. Для Шеня, для Шень. Теперь это у нас барышня, дочка. Доктора Шеня. Дочка доктора Шеня. Но тем не менее, захватили какую-то фигню и вылетели на своеобразную миссию. И мы обнаружили новую цель для партизанских операций против Адвента. Давайте смотреть. У нас операция Адский Аспид. Тут, похоже, опять с названием операции будет Полный Адлис, но тем не менее, смотрим дальше. Уничтожить ретранслятор пришельцев. Сложность легко награда. Доктор Рику Сосаки. Инженер. Западное побережье США. Ну, в принципе, погнали. Продолжение следует... Командир, выглядит, как будто Шен препятил медкит для нас. Мы должны обеспечить одного наших солдатиков с этим, пока они обеспечивают. Вот на прошлой операции мне бы она вообще бы не помешала. Рядовой, новобранец, новобранец, новобранец. Так, и с нами идет снайпер, да? Ну, давайте снайперу выдадим. Граната ему, я думаю, совершенно ни к чему. Одеваем ему аптечку. Снайперская винтовка. Патроны бесконечные. Кевларовый бронежилет. Бойца сопротивления. Прикольно. И мне сказали, за предзаказ мы в казарме кого-то можем найти, да? Какого-то бойца. Давайте смотреть. Снайперская винтовка. Как мы ее можем модифицировать? Снять все предметы, снять всю броню. И никогда. Просто никак. Пистолет. В принципе, ладно. В принципе, норм. Винтовка. Основное оружие. У них здесь ничего выбрать мы не можем. Бойцов сопротивления. Они вообще ничего не меняют, да? Да, никаких показателей у нас не меняется. Но, тем не менее. Давайте. Поменяем им. Бруйку. Вот эту оденем. Ребятки у нас со значками XCOM. Ну, это тоже симпатично выглядит. Просто на первый миссию сходим вот так вот. А дальше уже будет видно, да? Изменить. Что можно изменить? Оснащение и изменить. Новичок. А персонажи. А, вот можно где поменять, ребята. Только сейчас увидел. Имя, фамилия. Вот где меняется. Так что... Можно даже менять нам здесь все. И давайте тогда... Начнем. Кто у нас был снайпером? Кто у нас был снайпером? Погнали потихонечку. Погнали потихонечку. Имя. Влад. Фамилия. Куракин. Подтвердить. Прозвище нет. Национальность Греции. Пол-женщина. Мужчина. Мужчина, конечно же. Отлично. Операцию по смене пола провели. Короткие байкерские лусы. Платформа. Лицо. Д. Но это как бы... Это будем менять немножко попозже, да? Смотрите, цвет оружия можем поменять. Классно. Смотрите, какая красота. Цвет брони. Дополнительный цвет брони. Вообще просто огонь, ребята. Тут можно столько всего менять. Смотрите, просто оттас, да? Цвет кожи. Цвет глаз. Голос. Американский, английский. А русский есть? Испанский, немецкий? Нет, к сожалению. Не нужно спросить. Сохранить в группу персонажей, наверное. Имя и внешность персонажа сохраним в группу. Хорошо. Первого мы добавили. Первопроходцем будет. Ну, пускай пока желтый будет. Мы его хотя бы видеть будем. Понятно, что неказисто смотрится. Ну, Влад меня простит. Погнали, ребятки. Потом мы будем играться с настройками. Потом мы это дело будем смотреть. Отряд готов выдвинуться по нашему сигналу. Так, здесь ничего нажать нельзя. Рейнджер прибыл, зона операции. Ожидаем приказов. Так, конечно, начать задание. Для чего летели? Столько солярки сожгли. Транслятор шельцев. Погнали. Но мне все равно кажется, со снайпером-то попроще были, да? Так, ретранслятор у нас впереди. Ну и, ну и, хорошо, все замаскированы. Так, Влад сидит сзади. И мы движемся потихонечку. Вот они, красавцы. Вот они, красавцы. И вот еще, да? Это что, гражданский? А это что такое? Это что за фигня? А, ну типа просто здесь видят, да? Так. Если мы сюда. Перемещаемся. Хорошо. Первый. Первый занял позицию. Теперь. Второй пошел. Третий у нас идет. В идеале бы, конечно, сюда. Ну, тут могут легко зафланговать, да? Ну, в принципе, мы начнем воевать, а дальше уже будем отступать, например, куда-нибудь вот сюда. Хорошо? Да, да. Я понял. И снайпер наш занимает вот эту позицию. За полным укрытием. Выстрелы снайперской винтовки. Скрытое наблюдение пистолет. Глухая оборона. Пока что глухая оборона. Целится мы пока... Ох, сейчас запалят. Вот сейчас и проверим, как будет, если за броней он укрыт. За этим. Нет, не видят, смотрите. Ну, че, погнали. Здесь мы. Скрытое наблюдение. Есть. Здесь. Скрытое наблюдение. Здесь скрытое наблюдение. А вот здесь выстрел. Здесь у нас что? Пистолет. Выстрел из пистолета. А прицелиться нет у нас теперь, да? 4,6 дамага. Сюда. 75. А сюда сколько? 7 ходов. Ну, у нас снайпер сможет туда лупануть, да? 75%. 4,6. 2,4,6. 50% крита. Ну. Ну, с богом. Давай, Влад. Свободен. Прям в башку ему засадили. Первый вышел. Че, жара пошла? Куда пошел? Стоять, боецца. Мимо. Бест. Повышение. Встреча. 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 Повышение. И вот это. Убил. Пойдет. Смотрите, закрывается еще. И вот сразу же перебежал, смотрите. Фланговать сейчас. Они пытаются фланговать нас! Просто. Офигеть. То есть, они сейчас, после того, как мы... Охрененно, смотрите, как классно, да? Офигеть. Охрененно. После того, как мы зафланговали... В смысле, как мы начали воевать, наш ход профукивается. Какими жертвами мы это дело все протаскиваем, а? Сюда мы не можем уйти. Только вот так, если... Уходим сюда. Снайпер. Все, только одно увидишь? 55. Огонь. Мимо. Я понял. Немного близко. 85-72. Огонь. Прям. Молодвешник ему. Немного. Ну, уже какая скотина. Быстро как бегает, смотрите. Что он еще делает? Что он выпендривается здесь? О, он тут заборе поднимает этих. Ну, мы сейчас, в принципе, его можем убить, да? Паника тут. Паника снята. Да, шикарно. 35%. 35%. Так мало. Пытаемся. Вариантов не было все равно. Никаких. Патронов нет. Патронов нет. Проходим сюда. Здорово. Как дела? Есть. Вариантов не было. Тот тоже. Этот нос. Он же загнуться должен. Загнулся. Шикарно. Каков план? Проходим. Проходим туда. Огонь. Огонь. Четверочку выбили. Еще два. Здесь перезарядка. И мы можем стрелять. Нет наблюдений пистолетов. Ну, неплохо. Да? Неплохо. Нет доступных целей. Перезарядка. Повторяйся, чтобы перезарядиться. И... Отлично. Огонь. Все, ретранслятор уничтожил. Менез-1-5, мы подтвердили уничтожение релета. Трансмиссия уничтожена. Извините любые остальные хостелы и перезарядки. Так, где пришли? Уничтожили. Тогда мы... Делаем следующим образом. Особо вперед не горцуем. Погнали в ту сторону. Будем двигаться тогда. Смотри. Да, вот они, красавцы. И... Гражданские там носятся. Да вот так вот. Какие проблемы-то, да? Лови. Ты мне не нравишься. Четыре урона. Хорошо. Пол-ХП снески. Снайпер никого не видит. Перемещаем. Отлично. Отсюда видим двоих, но... Какая-то никак. Афирматив. Коверение сейчас. На движение. Здесь за полное укрытие. И... Флангуем. 65% правда. Меткость у бойцов. И еще перезарядка у нас сейчас будет. Прям слишком мало. Так, ну он стрелять не стал. Ничего делать не стал. Офигеть. Больно-то как. Смотрите, они от снайпера просто потерялись. Снайпер их не видит. Снайпер их не видит. Снайпер их не видит. 40% Ну-ка. Бенч. Влад там накидывает. Так, есть. Теперь. Вот эту тварь, наверное, надо добивать как-то. Добивай его нахрен. Шикарно. Добыча уничтожена. Да. Но зато повышение. 70%. Огонь. Еще кто-то. Статус подтвержден. Все хостелы уничтожены, и оборота сохранена. И опять потеря, ребята. Статус подтвержден. Миссия выполнена. Опять потеря. Вот он, боевой опыт, как зарабатывается. Но зато сейчас будем знать, что после того, как мы их обнаруживаем, они начинают бегать. То есть у них еще целый ход в запасе. Поэтому слишком близко сидеть, когда засада, то есть либо с какими-то дробовиками надо сидеть, либо подальше, чтобы вот так вот не зафланговали. Потому что они начинают ходить, с первого же входа флангуют и, собственно, раздают криты. А здесь у нас криты, это... Ну, в общем, крит равно покойник. Немножечко подлакивает. Обрабатывается видео у меня там еще. Тут у меня... Повысить. Пациалисты-операторы. Комбат или филд медикам. Влад Куракин у нас повышение не получает. И получает повышение вот тут у нас новобранец Пападакис. Рядовой. Джанис Пападакис. Гренадер. У нас появляется еще один гренадер с большим пулеметом. Великолепно. Можно будет переименовать, например. Как вариант, да? Найдены предметы. Труп офицера. Три трупа солдатов и два трупа сектоида. Подождите. То есть, трупы сейчас гранатами не уничтожаются. Уничтожаются трофеи, да? Мы получили немного помощи. Мы можем начать очистить старые устройства и дебри из корабля, чтобы сделать комнату для новых поселений. Рикку Сасаки. Появились новые назначения. Инопланетные обломки. Начать расчистку. Что? Что такое? Какая? А, вот. Смотрите. У нас тут отсеки все заваленные. Если раньше мы копали... Если раньше мы копали... Да, давайте. Вакансия. Назначаем. Пять дней. Командар, у нас есть защитная трансмиссия. Слышка неизвестная. Патчем ее в твои квартиры. Слышка неизвестная трансмиссия. Слышка неизвестная трансмиссия. И Twitch эти системы поколений придут твоя hose! Как это предназначает? Да, ревылки потуры Patty у нас нет. Может, мы, кризис, Вас и тяже... Деяными жители Мастерами, конечно же punk. liquidity когда изв额. Мои вы diaszone мои данные input cima, Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, завершили скрытие Тайник с ресурсами Шеф, нам удалось достичь определенных успехов Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Нам нужны дугометы Использовать черепной бур В бою Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, ребята Отчет об исследовании Вскрытие офицера Двента Более крупный и тактически подготовлен Нежели их подчиненные Офицеры Двента Осуществляют управление солдатами При помощи тщательно налаженной психосвязи Которая усилена механическими имплантатами После первого осмотра шефа И внимательного изучения данных Собранных в зоне сдерживания пришельцев У меня возникла теория относительно того Как эта система была развернута Я твердо уверен в том Что процесс психоконтроля был создан специально Для осуществления быстрых тактических действий На основе информации Полученные из подсознания В данном случае подсознания нашего шефа Согласно такой схеме Тактические знания, хранящиеся в его мозге Были обработаны и переданы офицеру Двента Который в свою очередь Передавал их солдатам и другим подчиненным Поскольку шеф больше не подключен к все сети Сложно сказать Как теперь происходит распределение приказов Хотя я уверен Что пришельцы были подготовлены К такому сценарию Я думаю мы сможем подключиться к этой сети Но на роль проводника Нам понадобится живой офицер Двента Чтобы облегчить эту непростую задачу Мы разработали новое устройство Черепной бур С помощью которого можно будет отключить офицера А дальше дело только за тем Чтобы на месте взять офицера под наш контроль Хотя я не берусь предположить Какой будет результат Тайген Спасибо, док Зона испытаний Экспериментальное рабочее пространство Где Шейн может тестировать и изготавливать новые Уникальные типы боеприпасов Гранаты и брони для наших бойцов А также другие специализированные приспособления То есть по факту мастерская, да? Время до завершения 7 Но мне бы все-таки хотелось, наверное Гибельный материал и броня какая-то нужна нам Я увидел, что работа начинает сразу, командир Я познакомлю тебя, когда я имею в виду Редактор Хорошо Отлично, ладно Адвент сделал струкновенный прогресс В проведении последующих популяций Возвращаясь к их центру Возвращаясь к пропаганде Кампании Возвращаясь к структурам Возвращаясь к обязанностям Возвращаясь к миграции Они сохранили струкновенный Возвращаясь к новым конвертам Возвращаясь к новым конвертам Многие из этих невиновных граждан У них нет никакой идеи О чем они действительно Подписывают Что я могу сделать, командир? Расширенный магазин И трупачки, да? Строительство отсеков Давайте посмотрим Построить мы ничего не можем Поскольку у нас только один отсек Освобождаться будет, да? И производство предметов Аптечка Дымовая граната Свето-шумовая граната Оружие не можем Броню не можем Ну Пойдет Пока пойдет Показать инженеров У нас только Один есть И то он занят, да? Исследовательский отсек Так, я понял оружейные бойцы у нас 1 2 3 4 бойца 4 бойца ребята и по факту это не мод долгая война поэтому классы вот эти назначаются рандомно поэтому я предполагаю что на этом серии мы заканчивать а между серией я изменю класс вот этих бойцов и мы уже соответственно будем с ними как-то дальше работать не классы вернее поменяя имя отчество я им сменю и соответственно имена фамилии и следующих миссиях мы уже будем работать смертность просто зашкаливает ребята смертность зашкаливает мемориал там вот вы кэнду она рафа лан солдат комендарь это не матч вот и gives our people a chance to pay their respect и 4 5 анна рамирес русская барышня что ли нет блин жаль конечно подождите оружейные бойцы гордон хантер в строю ха 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 хантер мне сказали что в казарме я найду одного из бойцов которые были у нас экскоменами визин да но чё ты как-то не наблюдая штаб архивы состояние мстителя бармен мемориал энергия ну назад пожалуйста тут у нас четыре дня осталось два дня и задание задание секретный объект адвента и тайник с ресурсами северной америки прикольно инженер один ученых ноль сплавы и лирий разведданные какие то есть есть 140 материалов плюс 150 соответственно прибывает я так полагаю вот западного побережья сша да нам нужно построить зону испытаний для этого нужно сначала нам расчистить два дня и потом уже связаться с сопротивлениями все такое делать в общем как то вот так ребята все на этом эту серию мы будем заканчивать увидимся с вами в следующей а с вами был серёга всем спасибо за просмотр всем пока пока пока